Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, нынешнее воскресное богослужение называется «Неделя расслаблена». Когда читается евангельское повеслование о том, как Спаситель пришел в Иерусалим с учениками своими апостолами в праздник. Это был день субботний. И Иоанн Богослов так описывает эту историю. Рядом с Иерусалимским храмом было место, называемое Вефезда, дом, который переводится как дом милосердия. Там была раньше овечья купальня, то есть специальное такое сооружение для ритуального омоления, готовилось к жертвоприношению овец. Но оно недолго просуществовало как купальня для омоления овец, потому что там стало совершаться чудо. Заметили люди, один раз в год туда, в эту воду, в этот небольшой бассейн, сходил ангел Божий невидимый и, видимо, возмущал воду. И кто первый больной приходил, в эту воду опускался, то он получал исцеление от любого недуга. Можно предполагать с большой долей уверенности, что это чудо Господь совершал в тот момент, начал для укрепления веры еще ветхозаветных людей. Потому что, чтобы они каждое действие богослужебное, ветхозаветное воспринимали не просто как дань традиции, или дань культуре, или такое эстетическое какое-то для красоты, что ли, действие. А именно как священные действия, которые служат пророчеством к жертве Спасителя. Поэтому любое действие Ветхозаветной Церкви богослужебное несло символический глубокий смысл, который пророчествовал о искупительных страданиях Спасителя. И вот, чтобы вы не думали, что это просто некое омовение, а то есть жертва должна быть чистая, то есть не только внешне, но и духовно чистая, то есть приносимая в покаяние. Мы помним самые первые два жертвоприношения – жертва Каина и жертва Авеля. Каждый, вроде бы, принес от лучших своих плодов. Каин – от растений, а Авель – от животных. Но настроение, состояние души было разное у этих людей. Авель был всецело, Богу предан. Каин совершал лишь обычай, внешнюю форму. И поэтому Господь не принял тогда его жертву, но не сказал, что никогда больше не примет, то есть указал на ошибку. То есть исправляйся, и все будет прекрасно. Поэтому Господь, видимо, и в этом тоже в овечьей купальне сотворил такое чудо, что стали там исцеляться люди. И понятно, что после этого никто туда не вздумал приводить для омовения скот. То есть это стало очень чистое, благоговейное место, где люди целый год ждали этого чуда. Там много больных лежало разными болезнями, даже неподвижных. Родственники там, получается, постоянно дежурили, вот чтобы увидеть. То есть как только вода возмутится, чтобы своего дорогого человека туда воду опустить. Также такое редкое исцеление, оно также символизирует некую духовную плодотворность ветхозаветного образа жизни. То есть исцеление тела в Священном Писании очень часто является символом, знаком исцеления души, характера, воли человека, его мысли, чувства, спокойствия, и святость, то есть как полное преображение человека, то есть жизнь с Богом, в Ветхом Завете была крепкостью. То есть это были исключительные, уникальные случаи. Людям было очень тяжело. Люди в ветхозаветное время познавали, чтобы оно было необходимо, познавали силу своей греховной природы, свою славу, свою немощь, чтобы осознали и прониклись, прочувствовали необходимость того, кто придет. И давать даром щедро и изобильно то, что люди сами получить не могут, исцеление души от греховных страстей. Поэтому это тоже было редкое исцеление. И там лежал человек, 38 лет, страдающий разными болезнями. И когда его спросил спаситель, сколько ты тут находишься, он говорит, очень давно, но я не имею помощников. То есть когда вода возмутится, пока я еле-еле поднимусь с своих носилок, доберусь до этой купели, кто-то уже вперед меня туда бывает опущен. И я уже не получаю этого исцеления. 38 долгих лет. То есть он видит вот такое чудо раз в году. То есть оно рядышком, оно вот совсем близко. А возможности исцелиться нельзя. Можно ведь сказать, что он там почти что и составился. Это целая жизнь. И вот Господь его спрашивает, хочешь ли быть здоровым? Ну, конечно, кто же, если бы он не хотел быть здоровым, он бы там бы не лежал. И Господь ему говорит, возьми, вставай, возьми твою постель и ходи. Этот человек тотчас же получил полное исцеление своих недугов. И не просто исцеление болезни от него отошли. Он получил силу, то есть крепость физическую, чтобы он мог поднять свои деревянные, скорее всего, носилки. Там был матрас, там было одеяло, то есть что-то. То есть постель, оно, в общем-то, и здоровому человеку одному. Вот такое нести не каждый сможет легко. Вот, а уж поправившийся после болезни подавно-то никто не сможет. А он смог. И он идет, несет свои носилки, свою постель. Его встречают поведители закона, вот эти вот священники при храме, фарисеи. И спрашивают, как так, суббота, день покоя, когда, как они считали, ничего делать нельзя, а ты несешь постель. Человек говорит, вот тот, который меня исцелил, странные слова говорят исцелившийся человек. Тот, который меня исцелил, он мне сказал, возьми постель твою и ходи. Они возмущаются, не слыша слов об исцелении, неважно. Они видят нарушение заповеди только лишь, по-своему. Кто тебе сказал, субботу носить постель? Або Иисус этот человек ничего не слышал, он ничего не сказал. Но когда в храме Господь его встретил, то он ему сказал, вот ты был здоров, был болен, а теперь здоров. Вот не согрешай, чтобы с тобой не стало чего хуже. Что может быть хуже болезни? Ну, для земных людей, которые живут только земными вот этими желаниями, да, наверное, здоровье является самым ценным. А мы имеем в виду ведь людей верующих. Это потеря веры, это потеря духовного здравия, это потеря желания быть с Богом. Вот это страшно. Потому что можно быть тяжело больным, а мы люди Нового Завета, христиане, знаем. Много-много-много примеров можно перечислять. Когда величайшие угодники Божии, которые удивительно близки были с Господом, но при этом обладали, несли вот такое, как послушание по воле Божией, многие тяжелые болезни. То есть не всегда болезнь является наказанием за бред, как в языческом мире считали, равно как совсем не всегда является крепкое здоровье, такая сила физическая, долгая жизнь знаком благоволения Божьего, то есть близости к Богу. Да, это, естественно, даруемые Богом возможности к покаянию, во-первых, к перемене своей души, почему и спрос с таких людей будет, несомненно, очень большой, что была дана долгая жизнь, ничего не мешало изменяться ради Господа во благо и творить добро другим. Раз ты был крепок и здоров, то кому стало хорошо, легче от того, что такое было? И очень плохо, если очень мало кому. А бывает так, что и никому не стало. Наоборот, даже кому-то плохо от этого было. Вот раз и Господь не спросит за это, конечно, спросит. Поэтому телесное здравие, долгая жизнь тоже не является знаком того, что человек, несомненно, в Боге живет. Нет. В Ветхом Завете так считали, потому что смотрели на некоторых правильников, лишь внешне. Поэтому это не так уже и важно. Поэтому он и говорит, что с тобой может быть хуже, то есть духовная проблема, может, большая. И после этого разговора этот исцелившийся возвращается к тем, кто его спрашивал о том, почему ты в субботу носишь постель, носишь свои носилки. И, хотя не они его опять нашли, внимательно обратите, он сам идет туда и сам рассказывает, что вот Иисус из Галилеи, о котором многие говорят, это он у него так сказал. И Евангелие сегодняшнего дня заканчивается этими словами. А дальше, если мы читаем, там строчечка следующая, которая сегодня не звучит за богослужением, там говорится, что за такие слова в ярость пришли вот эти вот ревнители закона, искали кто такой, где этот Иисус, чтобы его судить и предать на смерть, как они считали, за нарушение заповедей. То есть то, что Он исцелил расслабленного человека, лежащего 38 лет, они не видят. Это никакого значения не имеет. Они видят нарушение Божьей заповеди, и это приводит их в ярость. Почему ревность? Конечно, по Богу нет. А почему? А по себе. Потому что они сами себя поставили, как ревнители закона, хранители закона. Поэтому нарушение Божьей заповеди эти люди воспринимают не как унижение чести Божьей, а унижение их, потому что они о Боге проповедуют. То есть они не о Боге думают, а о себе. Поэтому нарушение заповедей Божьих они воспринимают как их личное оскорбление и берут на себя право с этого страшного суда, то есть казнить смертью. Тогда как Господь может совсем так не думать в каких-то случаях. Есть у преподобного Иоанна Лесточника, главе Отчиславия, такая строчка, такая мысль интересная. Некий монах имел такое обычай, он очень много, подробно, долго рассказывал о духовных качествах, подвигах своего духовного наставника, своего Абла, который вполне был действительно достойным человеком, и костником, и молитвенником, и даже чудотворцем, возможно, и прозроливым, в общем, прекрасным человеком. И вот его ученик, вот так, где только не находился, везде вот так подробно, подробно рассказывал. И преподобный Иоанн Лесточник объясняет, зачем он это делал. Он Аллу любил, кажется, да, это вот он духовника своего, так сказать, хвалит. Нет, этим самым он пытался возвеличить, возвысить самого себя. То есть центральная мысль, его слов было, смотрите, я чей ученик. То есть мой, кто учитель, смотрите, какой он. А значит, наверное, вы обязаны аж трепетать, не дышать прямо в моем присутствии, потому что я ученик этого Алла. Вот так вот такие же были вот эти вот ревнители закона. Они вот так же воспринимали. То есть законом они уже считали, это они. А то, что совершилось величайшее чудо, вот такое удивительное, они этого не видели. Правда, как не смог этот момент увидеть и понять исцелившийся человек. А почему? Потому что он был неблагодарен. Вот это тоже очень интересная мысль сегодня. Подумайте, у других были кто-то, друзья, родственники, «А он один там лежит». Когда мы встречаем людей в беде, бывает, брошенных, покинутых, конечно, у нас возникает мысль, как правило, что почему так случилось, что человек полностью остался один на один со своей бедой, болезнью, проблемами. Неужели у него нету близких людей, родственников, друзей? Куда они все делись? Почему его все бросили? Бывает, конечно, так бывает. Но бывает нередко, к сожалению, когда начинаешь иногда интересоваться конкретно этим человеком, знакомиться, вдруг выясняется. За несколько минут общения, может быть, даже хватает минуты, вдруг жалеешь, что начал интересоваться. Почему он один? Потому что проявляется настолько удивительное, поразительное капризность, нервозность, хамство, неблагодарность, вот эта вот истеричность, всем недоволен, все не так, все не нравится, все плохие и так далее, и так далее. У кого хватит духовной крепости терпеть долго вот это? Понятно, что все равно не правы, что бросили так и так, но он сделал все, чтобы от себя прогнать всех. Поэтому неблагодарных людям, которые не ценят, не умеют ценить заботы, помощи человеческой, такой человек не может, оказывается, тоже ценить заботы Божьей. Он слепой становится. А вот человек, который умеет благодарить людей, которые оказывают помощь, он ведь понимает, что через руки этих людей, через доброе расположение их сердец, Господь свидетельствует о своей любви очень часто каждому из нас. Поэтому верующие люди, прославляя Бога и благодаря Богу за какие-то благодеяния, никогда не считали, глупого не нужно, благодарить людей. Это большая ошибка. Всегда благодарим. Поэтому нужно уметь это делать и помнить этот урок важный в вывести. Есть другая сторона в нашей жизни, встречающаяся, может быть, не так часто. Ну, такое бывает, когда человек страдает разными болезнями, слабые, нервничьи в возрасте, а его не только родственники о нем заботятся каждый день, но даже вот там соседи бывают, которые посторонние люди, никакой выгоды материальной, корысти, там о том, что им там квартиру или дом потом достанется наследству, они не имеют ничего. Просто вот им приятно к нему прийти, чем-то поделиться, едой какой-то своей, что-то вкусное приготовить. А почему? Они так удивительно умеют человек принимать эту помощь и умеют благодарить. Приятно очень. Вот это великое качество нужно хорошо запомнить каждому из нас и ценить друг друга. Тогда и мы будем видеть Божьи чудеса. Чудеса, но в конечном итоге все это приводит к скромному о себе мнению духовному, которое называется смирением. Потому что благодатный человек понимает, что он сам не все силы, он не все может. Он нуждается в чьей-то помощи, это во-первых. Во-вторых, помощь оказываема бывает, и это приятно тоже. То есть уметь принимать именно чужую помощь. Есть даже в психологии, в земной жизни такое понятие, как эгоцентризм. То есть человек, который действительно даже нуждается в помощи, он отказывается. То есть эгоист, который заботится только о себе, что несомненно, плохо это, неправильный путь духовный. А вот когда вот они говорят, ни от кого ничего не надо, я вот он сам. То есть это тоже гордыня. Это почему? Та, которую человек сам себе не видит. И получается, не просто не видит своего падения, он не видит Бога рядом стоящего. Также почему спаситель не знал, что он такой, вот так поступит? Знал. А зачем Господь его исцелил? Чтобы его грехи прибавились? Ну, за неблагодарность, за вот это вот то, что он пошел и рассказал об Иисусе этим людям, которые в ярости были. Вот чем он, кстати, мог рисковать с первого раза? Когда спросили, ты несешь носилки? Вот он мог, по идее, честно сказать, да, я не знаю кто, это правда. Но обратите внимание, суббота, хоть и сегодня, я лежал 38 лет, он просто сказал, вставай и ходи. Я крепок. Разве человек не угоден Богу? Мог он так сказать? Как сказал, в будущем будем, через неделю читать, через раз. Исцеление слепорожденного будет так. И что, конечно, это правда. Но какие слова будут говорить? Ярость этих людей. То есть, изгнание с храма, запрет посещения синагоги, то есть, так называемые репрессивные меры, санкции. А он побоялся. То есть, ну как так? Я вот только-только поправился, и теперь я буду изгоем в жизни. То есть, знаете, что разделение израильского общества, иудейского общества особенно, на людей, верующих во Христа и гонителей, произошло не после Пятидесятницы, когда началась проповедь апостолов, а вот прямо во время проповеди Спасителя. То есть, те, кто... В Евангелии, знаете, есть прямые слова о том, что те, кто признавали в лице Иисуса из Галилеи истинного Мессию, обетованного Искупителя, этих людей не пускали в храм Божий, от них не принимались жертвы, их не пускали на молитву в Сынагогу в субботний день. То есть, к ним начинали относиться как к иноплеменникам, как к язычникам, вот так вот. То есть, это поражение в правах, а значит, им могли на базаре продукты не продать даже за деньги, их могли на работу не брать, то есть, вот прям такие были страшные вещи. Вот это все он боялся потерять. Ну ладно, он ушел, но когда он узнал, что Спаситель, пошел и донес. Еще хуже, то есть, сам уже пошел, и чтобы вот так все, вот такие там прозвучали слова, и кулак, и угрозы в адрес Спасителя. Знал об этом Христос, конечно, что так будет. Он же будущее знает. А зачем он его исцелил? Чтобы грех в нем проявился? Нет. Мы помним в Евангелии, что Господь очень часто апостолы объясняют, видя больных людей, Господь жален. Потому что он не только как сердцеведец Бог взирает со стороны на всех нас, но как истинный человек, совершенный Сын человеческий, полностью во всем подобный нам, природе. Он по себе очень хорошо знает, каково это быть больным, когда больно, когда плохо. Почему? Он знает это лучше нас. Почему? Потому что мы даже кто-то в какой-то момент говорит, сейчас у меня ничего не болит, я здоров. Ничего подобного. Ты понятия не имеешь, каким-то изначально был Богом, создан Адам, до грехопадения. То есть вообще все не так в нашей природе сейчас. То есть даже абсолютно здоровый человек, спортсмен, космонавт, он в очах Божьих телесно болен, ущербен. Не говоря только о тех, у кого что-то болит. Потому что Господь жалел. Ему было жалко, и Он исцелял. В субботный день не с тем, чтобы позлить иудеев, пораздражать их. Там их авторитет обрушить. Толкование. Нет, опять же. Опять же нет. А чтобы показать, что и в субботу, когда они считают, что Бог ничего не делает нового, творение было закончено, действует Его забота о мире. Любящая, нежная, отеческая. Это очень важно, что человек без заботы Божьей, без внимания Божьего, не только человек, все творение в этом Священном Писании говорит, не может существовать ни секунды. То есть мы живем вниманием Божьим. Его забота, Его взгляды, по большому счету. Это очень важно. И Господь поэтому этим и подтверждал. И вот благодарность и к людям, и к Богу открывает это ведение, это понимание, это пребывание, которое дано что? Каким бы ни были трудные сейчас у кого же ситуации, обстоятельства, болезни, мы все равно будем знать, что Господь близок. То есть это все временное трудности. Он все равно с нами, Он рядом с нами. И когда будет нужно, Он и от этого, несомненно, каждого из нас избавит. Тем более греховность наша. То есть, в том числе непреодолимая, кажется, вот-вот получится какую-то страсть в себе изменить, а не получается. Не отчаивайтесь. Будет время, Господь это тоже исправит. Потому что всему свое время у каждого свой путь. Господь каждого знает силы, способности, необходимости. Самое главное – хотеть быть Господом и действовать по Его святой воле, чтобы ради Него творить добрые дела, ради Него совершать заповеди Божии и стремиться в вечности. Не просто в покой какой-то вечный, а стремиться в вечности быть в общении с Ним, с Господом нашим, Иисусом Христом. Аминь. Спасибо.